День защитника Отечества масштабно отметили в Верхневолжье. 23 февраля в областной столице торжественно открыли спортивный корпус в Тверском Суворовском военном училище. По этому случаю в Тверь приехал заместитель председателя правительства Российской Федерации, герой России, выпускник училища Юрий Борисов, советник президента Российской Федерации Владимир Васильев, главнокомандующий воздушно-космическими силами генерал-майор Александр Максимцев. Гостей встречал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Теперь у суворовцев появился физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и хоккейной площадкой. Тема продолжит наш корреспондент Наталья Чекет. Праздничный день для воспитанников Тверского Суворовского училища начался задолго до прибытия важных гостей. Ребята получили уникальную возможность поучиться у лучших тренеров ЦСКА, которые специально приехали в Тверь, чтобы провести мастер-классы. Одним из тренеров, которые посетили областную столицу, стала Анна Харитонова. Известная самбистка и дзюдоистка. Как рассказывает спортсменка, училище производит большое впечатление. В частности, условия, которые созданы для занятий спорта. Большой, ёмкий, тёплый. Ну, тренироваться очень здесь хорошо. Раздевалки всё распоряжены, залы большие. Под кодём всё умещается, даже склоны есть. Во всей России ездим, проводим мастер-классы по суворовским, по кадетским. Всегда очень нравится. Ребята все дисциплинированные. Планированные к спорту, к учёбе. Там они ещё молодые, уже жизнь с армией связали. Ну, очень хорошо с ними работать. Нравится. Мастер-класс проходил в спортивном манеже, который работает с момента открытия училища. Здесь же воспитанники суворовского училища занимались армейским рукопашным боем. И с альпинистским снаряжением карабкались по скалодрому. В другом зале проходила разминка перед игрой в футбол. Тут же с каждой группой занимался приглашённый тренер из ЦСКА. Однако главное событие дня — открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, на которое прибыл заместитель председателя правительства РФ, герой России, выпускник училища Юрий Борисов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, советник президента РФ Владимир Васильев, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-майор Александр Максимцев. Церемония открытия и торжественной передачи ключа проходила на ледовой арене. Символический ключ принимает начальник Тверского-Суворовского военного училища, полковник Владимир Васильевич. Новый современный комплекс включает в себя 25-метровый бассейн с пятью дорожками и площадку с искусственным льдом и трибуной на 250 мест. Ледовой площадки ребятам не хватало, ведь многие раньше занимались хоккеем в своих городах и выступали за разные команды. И, как признаются ребята, спорт учёбе не помеха. В день открытия перед собравшимися выступили юные фигуристки, а затем заместитель председателя правительства РФ бросил шайбу. После этого суворовцы немного потренировались в игре, а их сокурсники громко поддерживали ребят с трибун. Во время общения с журналистами от имени всех выпускников училища заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов поблагодарил Минобороны России за условия, которые созданы в Тверском-Суворовском училище. Для нас, выпускников Тверского-Суворовского училища, сегодня двойной праздник. Спасибо огромное Министерству обороны, руководству Министерства обороны, военностроительному комплексу, которые в рекордные сроки, отличным качеством завершили строительство Тверского-Суворовского училища. И сегодня мы открываем физкультурно-оздоровительный комплекс, вот эту замечательную ледовую арену, бассейн. Теперь всё необходимое для занятия спортом, для учёбы у наших воспитанников есть. Теперь только нужно радоваться за них и надеяться, что мы растим достойных защитников нашего Отечества. Губернатор Тверской области подчеркнул, что в Тверском-Суворовском училище созданы все возможности для обучения, занятий спортом и воспитания будущих офицеров. И сейчас училище входит в число лучших в России, а его выпускники подтверждают этот статус. Совершенно другой уровень подготовки наших будущих офицеров, генералов, наших героев. Я уверен, что новая территория, новый комплекс, это будет продолжение традиции. И я очень хотел бы, чтобы все наши дети, которые сегодня приходят сюда, которые станут впоследствии выпускниками, офицерами, чтобы они всегда помнили о тех людях, которые им передают эту традицию. И чтобы вот эта преемственность, она всегда была в нашей стране. Напомним, что Тверское Суворовское училище старейшее в России. Оно открылось в 1943 году и в 1948 выпустило первых суворовцев. 2020 год для учебного заведения стал знаковым. С 1 сентября воспитанники и педагоги переехали в современный комплекс, возведенный по типовому проекту. Комплекс зданий построили за рекорд на короткие сроки. Он включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.